11 сентября, Любовь. Письмо называется «Плохо спит». Юлия Евгеньевна, здравствуйте. Меня зовут Любовь. Здравствуйте, Любовь. Хочу и я. Поблагодарить вас от всего сердца за ваш труд. Возможно, становится привычно читать слова благодарности. Но то, что вы делаете, очень ценно для нас, для родителей. Спасибо большое. Моему сыну два года. Развивается нормально в своем темпе. Пока не говорит хорошо. Только отдельные слова или в связке из двух слов. Замечала, что не очень усидчивый. Не любит долго заниматься развивашками. Он очень эмоциональный. Любой отказ воспринимается истерикой. Падает на пол. Возможно, и я в этом виновата. Потому что я, бывает, срываюсь на него. В последнее время он начал плохо спать и в обед, и ночью. Спит он отдельно в своей кровати. Рядом с нашей. Я его укладываю. И через час-два он просыпается и плачет. Хочет к нам с папой. Это про ночную сон, я так думаю. Мы его брали, но он все равно часто просыпался. Удостоверится, насколько я близко. Я боюсь, что он так привыкнет и потом совсем не захочет спать один. Ему очень важно, чтобы я была максимально рядом. Раньше таких проблем совсем не было. Возможно, повлияли наши путешествия. Может быть. В августе мы ездили на море. 15 часов езды в один конец. Там у него очень сбился график. Возможно, после этого мы сразу же полетели к родителям. Там я его несколько раз оставляла с бабушкой на несколько часов и уходила по делам. Он постоянно меня искал. Ну да, как только показать ребенку, что мама может исчезнуть куда-то, у него зарождается страх. Он же не понимает, что мама вернется. Мы уже говорили неоднократно в видео про эту тему. Он же не понимает, вернется мама или нет. И, конечно, начинает уже цепляться за родителем. Он постоянно меня искал. Может, это отразилось на сне. И он боится, что я опять уйду. Да, возможно. Могу добавить, что на самом деле и я постоянно испытываю стресс. Мы год как переехали на ПМЖ в Германию. И мне все это сложно дается. Чувствую острый удар по психике, декрет чужой люди, невозможность учиться и развиваться. 24 на 7 только я и ребенок. Муж много работает и приходит домой поздно. Ребенок наверняка все это чувствует. Вопрос мой в том, можно ли сделать вывод из моего краткого рассказа, что является причиной плохого сна. Как мне следует сейчас себя вести? Связать ли мое состояние с его сном? Брать ли его к нам в кровать, когда он просыпается? Спасибо большое. Ну, можно кровать не приучать, можно прям вплотную пододвинуть детскую, там с решетками или какая она у вас, детскую кровать, к себе. И прям вот свои руки и ноги к нему в кровать. Он просыпается, ага, тут пощупал, мать рядом. И так до тех пор, пока вы не увидите, что он вас уже с короткого поводка отпускает подальше. Ну да, страх потерять родителей теперь вцепляется в родителей. Это нормально, у всех так. Вот упал человек, страшно теперь, теперь он, конечно, за стены будет хвататься. Допустим, ну что, там подавился, теперь ему страшно будет. Это мозг, да, это средство защиты мозга, это нормальная ситуация. Значит, сейчас покажите всеми своими обнимашками, целовашками, присутствием, не уходить никуда. Если куда-то вы идете с собой, прям на руки взяли, даже если не хочет, нет-нет-нет, пойдем со мной, берете игрушки, с которыми он сейчас играет, и топаете. Вот, у нас есть такие видео по восстановлению доверия. В папке, в плейлисте воспитания есть, как восстановить доверие, вот как-то так называется. И вот там подробно-подробно на эту тему. А вам нужно, ну, наверное, вы не кормящие, да, не кормите два года, но здесь ГВ нет, что-то успокоительное. Не скажу, что эти антидепрессанты, их самостоятельно без назначения врача пить нельзя, но какие-то успокаивающие, какие-то травки, может быть, какие-то чаи. Вот это вот баха капли, мне кажется, у них нет по бочке, где пять трав, Рески, по-моему, называется, ну, можем ссылочку приложить, на себя знаю, вообще классное дело. Не седативное, не угнетает, ну, прям расслабляет, и все проблемы, которые, вот они здесь были к ломкам, они такие, раз, куда-то так ушли, как будто это лет так 50 уже было. Ну, да, вроде было, но уже ты не тревожишься, не переживаешь. Классная капля, может быть, недельку попить, что-то такого. И дома завести что-нибудь себе, какое-нибудь дело, какую-нибудь отдушину. Что вам нравится? Рисовать, петь, танцевать, вышивать, плести, Инстаграм вести, может быть, ребенка снимать. Ну, в общем, какое-то дело нужно завести, которое вы можете здесь, вот, находясь с ребенком, это дело реализовать. Тогда у вас будет и отдушина, и вы с удовольствием, как бы, вроде бы, себе время посвящаете, вроде бы и ребенка не бросили, да? Ну, в общем, надо разгрузку, иначе, да, конечно, все чувствуют. А также дети, после отпуска, как я говорила, все дети тревожные абсолютно. Они привыкают к тем условиям прекрасным, балдежным, когда их возвращают в обратное условие. У них тревога появляется, они хотят туда, они не понимают, вернется, туда не вернется. Мы-то все планируем, а у них деятельности, такой планирования нет, еще такой программы в голове. Поэтому, как только режим вокруг меняется, меняется дом, ситуация, количество, состав семьи, все. Тут начинается тревога, капризы, и все это, вот, сказывается на поведении ребенка. 11 сентября, любовь плохо спит, два года ответила. Продолжение следует...